Уважаемые коллеги, работая над докладом на синдроме дряхлости или про этой синдроме, у меня возникло в связи с этим больше вопросов, нежели ответов на эти вопросы. Важность изучения данной проблемы в мире в первую очередь обусловлена тем, что за последние десятилетия количество научных публикаций по этой теме выросло в геометрической прогрессии. Идентификация пожилых людей, которые являются фрейл или подвержены риску стать фрейл, соответствующей последующей оценкой и вмешательством, просматривается как краеугольный камень, который определяет парадигму оказания гериатрической помощи для постоянно растущего пожилого населения. Хотя врачам давно известен терм фрейлки, крупкость, дряхлость, четких критериев определения этого синдрома до недавнего времени нет. Еще один вопрос, который у меня возник, это вопрос терминологии. Как мы его в Украине назовем? Фрейлки, крыхкость, дряхлость, слабкость, функционально слабкость, функционально неспроможность, беспорадность, бессильно, нездадность, недужность, хилявость, охлявость, ветхость. То есть этот вопрос, который требует в настоящее время, то есть мы должны определиться в первую очередь с термином, как мы будем называть его в Украине. В России это называется хрупкость, то есть они прямо перевели этот синдром и назвали его хрупкость. Значит, фрейлки – это многомерная концепция, которая учитывает сложное взаимодействие физических, психологических, социальных факторов и факторов окружающей среды. В данном докладе я буду говорить только о физической дряхлости, о физическом фрейлке. Значит, что такое фрейлки-определение? Это гериатрический синдром, характеризующийся, ассоциированным с возрастом, снижением функционального резерва, приводящим к его уязвимости, к воздействию внешних и внутренних стрессовых факторов, влекущим неблагоприятные медико-социальные последствия. Обычно он проявляется общей слабостью, медлительностью, непреднамеренной потери веса. Синдром старческой астении, это в дальнейшем я буду называть или старческая астения, или фрейлки – это синдром, тесно связан с другими гериатрическими синдромами и полиморбидностью. Может быть потенциально обратим, но чаще прогрессирует, чем регрессирует, влияет на тактику ведения пациента. Развитие фрейлки происходит постепенно, однако снижение уровня функциональной активности у пациентов с синдромом фрейлки может произойти достаточно быстро в любой стрессовой ситуации. Это может быть обусловлено инфекционным процессом, госпитализация, смена лекарственной терапии. У таких пациентов высокая вероятность нарастания зависимости от посторонней помощи, а восстановление происходит медленно. Развитие синдрома фрейлки предшествует префейлки, характеризующимся наличием отдельных его признаков, количества недостаточных для постановки диагноза. Распространенность этого синдрома в мире. Значит, смотрите, от Швейцарии, в котором степень распространенности 5,8%, до Испании 27,3%. Какова распространенность в Украине, по сути дела, мы не знаем. Это еще один вопрос, который стоит перед нами. Значит, патогенетический круг формирования синдрома фрейлки. Синдром майн-нутриции, саркопения и снижение метаболического индекса представляют собой замкнутый патогенетический круг формирования синдрома слабости. При минимальных внешних и внутренних воздействиях к этому кругу присоединяются другие факторы, что способны в минимальной строке приводить к ухудшению состояния инвалидности и смертности. Вот такая диаграмма. Значит, основные факторы риска. Возраст. Генетический фенотип. Фрейлайк. Встречается в возрасте 65-70 лет в 3-6%. Возраст свыше 85 лет в 56%. Приобретенный дефицит функций на фоне полиморбидности. Пол. Чаще наблюдается у женщин, чем у мужчин. Уровень образования. Встречается чаще у лиц с низким уровнем образования. Семейный статус. Чаще возникает у разведенных их довцов. Социально-экономические условия. Я бы сюда еще добавила этнические особенности. У лиц латиноамериканского происхождения он тоже встречается чаще, нежели у европеоидной. Ну, это распространенные сплетки мужчин и женщин и так далее. Значит, к факторам риска развития помимо возраста и социальных факторов относятся также низкий уровень физической активности, плохое питание, депрессив, боли, прогнозин. Не все, но большая часть пациентов имеет несколько хронических заболеваний. Выявлены ассоциации с сердечно-сосудистыми и другими заболеваниями. Значит, снижение физической и функциональной активности адаптационно-восстановительного резерва организма повышает риск развития неблагоприятных исходов. Среди госпитализации где-то в 1,2-1,8 раз, смерти в 1,8-2,3 раза, ограничений физически в 1,5-2,6 раза и падений и переломов практически в 2,8 раза. Значит, и еще следует отметить, что ФРЭЛКИ – мультисистемный процесс. Наряду с генетическими и эпигенетическими факторами большую роль в развитии синдрома ФРЭЛКИ играет хроническое воспаление и активация иммунной системы. А также нарушение в других органах и системах, в первую очередь в мышечно-скелетной, в эндокринной, кардиоваскулярной изменения со стороны гематологической системы гематологии. Все это формирует ФРЭЛКИ-фенотип и далее является неблагоприятным фактором. Как нужно... Второй, еще один вопрос. Как диагностировать? Нет единого мнения о том, как следовать оценивать ФРЭЛКИ. В отчете шести крупнейших международных европейских и американских обществ по гериатрической медицине рекомендуется, чтобы все пациенты старше 70 лет были обследованы на предмет ФРЭЛКИ. Тем не менее, они не дают рекомендации о том, как определить этот синдром. До настоящего времени не существует золотого стандарта и описано более 67 показателей, которые могут быть использованы для определения синдрома старческой дряхности. Значит, самый простой, это субъективный тест в постели. То, с которым мы встречаемся каждый день и который используют. Я знаю, когда я это вижу, но то, что я вижу, может отличаться от того, что видят все остальные. То есть, ну, следовательно, субъективный подход к оценке имеет ограничение в использовании и потенциальную предвзятость. Значит, сейчас существуют две модели для определения фенотипа ФРЭЛИ. Значит, определение фенотипа ФРЭЛИ рассматривают ФРЭЛИ как отдельный клинический синдром по трём или более из пяти фенотипическим критериям. И модель накопления дефицита определяет ФРЭЛИ как совокупный дефицит, выявленный при комплексной гериатрической оценке. Значит, фенотипическая модель разработана ФРЭЛЬ на основании результата кардиораскуляртов стайна. Значит, я не буду вас мучать большим количеством тех анкет, которые используют для диагностики этого синдрома. Я скажу лишь наиболее адаптированные. Это ФРЭЛИ фенотипы, значит, которые используются практически во всех европейских странах и являются наиболее важными. Значит, основан на пяти показателях. Потеря массы тела как отражение саркопении, снижение силы мышских сил, оценивая с помощью длинномометра, выраженная усталость, замедление скорости ходьбы, значительное снижение уровня физической активности за счет расчета расхода моей энергии согласно антикированию. Значит, если нет ничего, это нон-ФРЭЛ, то есть нет ФРЭЛ. Если пре-ФРЭЛ, это один или два показателя из этих известных, и ФРЭЛ, это от трех до пяти показателей, значит, в таком случае диагностируется синдром дрябтости. Значит, ну вот по таким показателям он оценивается, значит, там существует целая батарея тестов, которые мы тоже используем в своей практике. Но, однако, достаточно расходный такой, достаточно сложный подход, он требует определенного времени для его определения. Наиболее простой это шкала ФРЭЛ. Значит, она не требует инструментальных исследований, базируется исключительно на антикировании. Ограничения связаны с субъектностью, обусловленной самооценкой непосредственно антикированного человека, потому что он может неправильно дать ответы на вопрос. Ну, другим вариантом оценки софт-индекс есть, он по трем критериям оценивает этот показатель. Значит, из моделей дефицитов, которые предложены, наиболее такая прагматичная является шкала канадская, шкала исследования здоровья и старения. Значит, она основана на обследовании почти 10 тысяч человек, и она включает такие дефициты, как тревожные симптомы, физические принципы, сопутствующие заболевания, компоненты инвалидности. Значит, и по этой шкале потом рассчитывается состояние здоровья. Это здоровый, фрейл, прифрейл, ну, то есть достаточно такая очень, можно пациентам выделить, можно пациентам выделить по этой шкале. Значит, ну, есть еще очень много шкал, которые включают, например, 10 доменов, когнитивные функции, мобильность, настроение. Значит, часть шкал учитывает, например, физические показатели. Другие шкалы, которые учитывают повышение лабораторных показателей, это повышение уровня С-реактивного протеина, интервекина. Ну, какие мы выберем, с вами, зависит только от нас. Значит, вы выбрали? Мы пока еще не выбрали полностью, то есть мы сейчас включаем. Предложите, что я влачу? Мы проводим исследование сейчас. Мы проводим исследование. Добрый. Значит, вывод. Думал, что нужно закончить. Нет. Выводы из всего того, что я сказала. То есть синдром Фрейд проходит как краеугольный камень, который измеряет парагиву оказания медицинской помощи. В Украине должна быть разработана терминология для синдрома Фрейдки. Значит, поскольку в настоящее время нет единого мнения, как оценить Фрейдки, то эту оценку нам еще предстоит в Украине определить. Какие шкалы мы будем использовать для практического здравоохранения и для конкретных клинических условий. Имеется в виду на первом, втором и третьем этапе медицинской помощи в Украине. Поскольку они будут отличаться для первого этапа, для второго этапа и для третьего. Рекомендации, касающие Фрейдки, уже включены в медицинские руководства по диабету, например. Значит, сейчас работают для того, чтобы это было воспроизведено в других областях. В кардиологии или кардиохирургии. Вот такие основные. Спасибо. Вопросы? Вопросы? Нет? Но предложения есть. Когда вы учите свое пилотное исследование, то мы должны выступать тогда уже с предложениями конкретными. И о том, на каких уровнях, на каких этапах должны быть какие шкалы использоваться, инструменты для оценки. Спасибо. Пожалуйста. Так.